Допустим, нам надо с вами рассмотреть особенности анатомии, особенности прохождения сонной артерии. Вот здесь вот, видите, одно накладывается на другое, одни части изображения на другое. Некомфортно разглядывать, а мы с вами, допустим, хотим увидеть вот эту артерию. Мы сейчас с вами удалим все то, что нам мешает. И оставим. И оставим, собственно, саму артерию. Вот смотрите, как она видна теперь. Гораздо понятнее. Артерия резко изогнута, такого быть не должно. А рассмотреть все в таких подробностях стало возможным благодаря новому кардиотомографу. В рязанском кардиодиспансере он появился как раз перед ковидом в конце 19-го. В рамках федерального проекта борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Его принципиальная особенность, он работает настолько быстро, что может остановить вот мгновение, остановить именно сердце. Наверняка вам же доводилось делать флюорографию, и вам говорили вдохнуть, не дышать. Потому что, чтобы снимок был четкий и качественный, нужно, чтобы мгновение остановилось. Мы можем скомандовать вам, любому пациенту, но сердцу скомандовать остановись не можем. И вот чтобы это мгновение остановить, нужен супербыстрый томограф. И этот томограф так умеет. Благодаря новому томографу можно оценить анатомию сердца. То, что нужно для современных операций. Например, при протезировании клапанов и аорты. То есть те манипуляции, для которых нужно знать точный размер, чтобы поставить необходимый клапан. В каждом томографе раньше был один нож, потом два одновременно. Сейчас вот томограф умеет резать, упрощая, 128 лучами, лучевыми ножами. То есть это означает, что за один и тот же отрезок времени мы можем посмотреть не 2 мм протяженности тела, а 20 см. Раньше исследование, допустим, грудной клетки могло длиться 20 секунд. И для пациента, который с трудом дыхание задерживает, это все-таки тяжеловато. А сейчас за буквально 5 секунд производится сканирование такого же объема. Другой плюс – снижена доза радиации. То есть на этом кардиотомографе можно проводить профилактические исследования. Для нас он почему важен? Потому что с помощью него мы используем наши специфические методики. Это контрастирование сердечно-сосудистой системы. Так, допустим, чтобы поставить нам ортальный клапан эндоваскулярный, необходимо провести компьютерную томографию сердца с контрастированием, чтобы определить размеры отверстия, куда ставится сам клапан. Далее, с помощью компьютерного томографа, с помощью контрастирования мы выявляем точные показания для вмешательств при наличии бляшек на сонных артериях. По федеральному проекту первостепенная задача была обновление, так сказать, тяжелой техники – ангиографа и компьютерного томографа. Помимо этого, наращивание темпов хирургических и эндоваскулярных вмешательств. Постановка кардиостимуляторов – 450 в прошлом году и 480 в этом. Радиочастотная абляция – в том году 50, в этом уже 150. Это только часть от общего числа хирургических вмешательств. Так что в планах не просто результаты повторить, но и превзойти.